Китай, Россия, Дагестан Это первый после переизбрания на третий срок зарубежный визит Коллективно Запад и их вассал Украины как-то съежились И начали выдавать желаемое за действительное Предрекать, что, дескать, лидер Народной Республики никогда не приедет в Россию Да и не пожмет руку Путину В отношении которого недавно ГАГский суд выдал ордер на арест Но вопреки желанию Запада, Восток начинает консолидироваться А Россия активно распахивает не то что окна, но восточные ворота Вспоминают, заросшие было шелковые пути Которые исторически традиционно шли из Китая и Индии Через Среднюю Азию и Булгар на Русь Но китайский лидер не только прибыл в нашу страну Вопреки желаниям, так сказать, западных партнеров Но и объявил Россию стратегическим партнером номер один А на азиатском языке, малопонятном янке, англо-саксом Это означает вместе заодно, вместе до конца Почти по-дагестански ваньцуй После февраля 1922 года многое изменилось в мире и для нашего крупного бизнеса Чтобы по выражению Путина не глотать пыль, доказывая что-то западное правоохранительное и политическое системе Крупный бизнес России начал разворачиваться налево, то есть лицом Китаю и Востоку в целом Так, Центр стратегического развития Российско-Китайской палаты Совместно с Комитетом по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей Центром делового сотрудничества Москва-Пекин Активно проводит мероприятие для делового сближения предпринимателей двух стран На днях проходит еще одно мероприятие Для справки Экономика Китайской Народной Республики вторая после США экономика мира по номинальному ВВП Первая по ВВП по паритету покупательной способности с 2014 года По итогам 2021 года ВВП Китаем достиг 114,9 трлн юаней Это 16,5 трлн долларов США Увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом И эксперты поговаривают о том, что вероятен сценарий, при котором в скором времени китайская экономика будет на первом месте в мире А что же Дагестан? Исламская культура дагестанцев устами пророка Мухаммада призывает брать знания даже в Китае Какой-то пророческий намек на сотрудничество со страной Чая и Дракона Пассионарные горцы не только не теряются в этой стране, но и впереди колонны на сотрудничество и дружбу с Китаем Сотрудничество с китайцами я вижу такое, что в сфере коммерции очень много возможностей То, что сейчас, например, Европа не может поставить из-за санкций Сейчас может, например, поставить Китай Насчет качества я не могу утверждать, но по моему опыту у нас такое сложилось впечатление, что Китай некачественный Из-за того, что возят обычно некачественные вещи В целом в Китае есть и качественные вещи, и некачественные вещи То есть у них рынок уже настолько развит, что на каждого потребителя китайцы на самом деле очень состоятельные люди Как бы очень много состоятельных людей Соответственно, качественные товары тоже востребованы в Китае Вот, все зависит от того, какой товар привезешь Я думаю, очень благоприятные условия сотрудничества Опять-таки, повторюсь, чем-то у нас менталитет похож И китайцы, они любят долгосрочную работать Они любят налаживать длительные партнерские отношения И как бы уже, чтобы тебя рассматривать не как клиента, который один раз что-то купил и потерялся А они любят долгосрок работать и любят стабильность В начале марта в составе российской делегации Китай посетили и представители Республики Дагестан В 15-миллионном городе Шиньян, который входит в пятерку промышленно развитых мегаполисов Народной Республики Был открыт российский промышленный парк и торговый дом Дагестан Для российской продукции в Китае создается бондовая зона То есть зона с особым таможенным статусом А также будет действовать особый режим валютного регулирования Вся операция в юанях Сейчас курс 1 к 11 То есть за 1 китайский юань дают чуть более 11 рублей Неплохо, правда ведь? По сравнению с американскими бумажками Ускоряются торговые российско-китайские контакты Уже 124 контейнера с железнодорожным путем за 10 дней прибудут в Китай Было заключено контрактов на сумму 85 миллиарда рублей Причем наша республика стала первым российским регионом Открывшим свой торговый дом в Китае На промышленной выставке Шиньяни достойное место заняла продукция дагестанских производителей Но нашей дагестанской продукции необходим суперсовременный маркетинг Хорошая упаковка Китайцам интересно все Сейчас они испытывают жажду к познанию и открытию новых рынков и товаров Лично мэр Шиньяна Люй Чжичен сопровождал нашу делегацию На полях мероприятия прошла встреча с мэром Шиньяна господином Люй Чжиченом В ходе встречи я его пригласил в республику Дагестан Рассказал о нашей культуре, традициях, обычаях Предложил подписать побратимые города с городом Дербентом На что он очень положительно отозвался И сказал обязательно приедет в Россию, что у него мечта побыть в России Говоря о впечатлениях от поездки, представитель Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев Говорит, что китайцы после почти трехлетнего ковидного заточения Соскучились по иностранцам, по гостям Они за это время начали ценить жизнь, здоровье и дружбу Кстати, мэр Шиньяна удивился, когда узнал, что горцы разгромили на Дершаха О персидском правителе они знают, хотя он избегал конфликта с тогдашней Цинской династией, правившей в Китае Но китайцы даже не подозревали, что крах грозы вселенной начался с ущелья страны гор Люд Шичен жаждет посетить Великую Дербентскую стену и Дагестанские горы У дагестанцев много общего с китайцами, но есть чему учиться Мы, как и они, любим свои корни, самобытность, традиционную культуру Хотя дагестанцы в последнее время попали под влияние западной масс-культуры и попсы Кстати, в Китае нет столь любимых нами инстаграмов и ватсапов Нет там вообще западных видеохостингов и соцсетей А есть ТикТок, тоже очень любимый россиянами Представители нашей делегации отмечают, что стереотипы о Китае Наработанные за рехи 90-е и чумовые нулевые Не соответствуют действительности В Народной Республике чисто, красиво и люди приветливые К русским и дагестанцам, да и вообще к россиянам Относятся предельно уважительно и положительно А качество товаров – отдельная тема Есть разные категории товаров Выбор наших предпринимателей обусловлен выгодой Этот выбор и формирует отчасти наш стереотип Но Китай – самая большая мировая фабрика одежды и товаров для дома и быта Который, к слову, закрывает потребность в одежде самой большой экономики мира – США Китай нуждается не только в российских энергоносителях, газе и нефти Здесь наша страна – экспортер-лидер Но китайских партнеров интересует пищевая продукция, товары легкой промышленности И Дагестан, у которого со вкусной, полезной и экологичной едой все в норме Может выйти в лидеры по поставкам некоторых товаров Ну и, конечно, туризм – после локдауна китайцы не прочь полюбоваться миром После открытия дома Дагестана в Шиньяне Республику посетила делегация Китая для изучения инвестиционных возможностей для сотрудничества Но Китай уже облюбовали не только наши предприниматели Но потихоньку и представители образований Китайцы открыты для всего нового Но очень хорошо фильтруют все, что так или иначе может навредить их культуре и самобытности Знания – пожалуйста, прочий мусор – нет В этом смысле у нас есть чему учиться у китайских товарищей Нас три десятка лет подсаживали на псевдокультурный мусор На некачественные пищевые товары и западную модель жизни Таким образом формируют чуждую ментальность, которая была заточена под самоуничтожение и самоуничижение Китайцев на такой мякине не проведешь Но английский язык китайцы изучают и помогают в этом им, в том числе и дагестанцы Китайцы встретили меня очень хорошо Начальница приехала на своей крутой машине У нее тогда BMW X6 был в аэропорт с супервайзером Встретили, а я где-то жил 30 километров от Пекина тогда В нашу школу сразу показали, квартиру мою показали, в которой я жил потом Сразу там первое время часто у нас бывали всякие совместные ужины В целом все отлично, китайцы встретили Очень хорошо, у них чем-то менталитет с нашим похож дагестанский Сотрудничество Дагестана с Китаем это не фантастика Уже договоры о намерениях есть К нам приезжали люди на инвестиционную разведку В скором времени откроется представительство торгового дома Дагестана в Москве и у нас в республике Будет возможность налаживать торговое и культурное сотрудничество Вроде пока все идет хорошо, но есть риски Первое, сможем ли мы обеспечить договоры реальным наполнением И второе, просьба к руководству Дагестана Бить по рукам всех, кто даже посмотрит косо в сторону китайской делегации Правят глухоту, слепоту и другие болезни некомпетентных госслужащих Я уже молчу про коррупционную составляющую Позолотить ручку, не дай бог Коррупционный язык китайцы не понимают Они таким у себя секир башка делают Причем в буквальном смысле Известны казни проворовавшихся госслужащих и крупных дельцов Потому там и порядок, которым даже верховный наш восхищается Порядок в экономике и политике Если эти два условия дагестанские контрагенты выполнят Будет нам в отдельно взятом Дагестане и сотрудничество, и побратимство И тогда в Китай можно будет ездить не только за знаниями, но и со знаниями И не только И еще мои собеседники говорили, что там нет бюрократизма и проволочек Проблемы решаются без муторных ведомственных перекидок и стрелочников Быстро и эффективно Китайцы, при том, что в подавляющем большинстве не мусульмане, никогда не врут Настроены на деловое, долгосрочное сотрудничество Без этих кидалов, к которым мы привыкли И бла-бла Это серьезные люди Надеюсь, хотя бы они нас научат цивилизованному ведению бизнеса Балти, ринксинь Редактор субтитров А.Семкин